Понимаю то, что я в очках выгляжу как умный, разумный человек, но я дебил. Всем наши, не ожидали меня снова увидеть? За всё это время, пока я отсутствовал на ютубе, я успел много чего сделать. Накопить денег с рисования, купить на них новооборудование, ну и ещё сгонять на концерт Лиды, где я нажрался и слэмился в пьяную. О, а, не пишут на заборах! Лида навсегда! Лида навсегда! Лида навсегда! Ломы сегодня не об этом. Короче, недавно я получил классную книжку с картинками, и это даже, угадайте, не хентай-манга, вау. Купил я её специально для данного обзора, вдобавок ещё чисто для эстетического кайфа, ибо сочевали нужно же больше пылесборников, right? Вообще, я раньше никогда не покупал таких книжных произведений, как артбуки, зины, а самого издателя я вообще впервые вижу и не знаю, какими раньше он проектами занимался. Да и я не знаю, что в обзоре сказать, дабы не показаться совсем необразованным быдлом, поэтому сильно всерьёз данный обзор и отзыв я не советую воспринимать. Ну что ж, let's get started. Это TF2ZIN ремейк. Что там ремейкнуто было, я не знаю, ибо первый ZIN я вообще в глаза не видела, слышала о нём только тогда, когда предзаказал, потому что за него там давалась скидка. Ехала ко мне эта цаца Бандеролью почти две недели, а до этого я ещё ждал пару месяцев начала упаковки предзаказов, и в итоге с момента начала упаковки я ждал ещё где-то середины весны и... Да. Но я могу понять его по словам самого организатора, у них всё пакует один человек, за что ему, кстати, огромнейший респект. Всё было прекрасно упаковано. Молодца. Им хвыгнее было брать именно набор с мерчагой, как я, кстати, и сделал. Но про мерчагу он потом поговорил. Сам по себе ZIN достаточно приятный, как в плане наполнения, так и по бумаге. Обложка из обычной бумажки, странички глянцевые. Я, кстати, никогда не любил глянец. Эта сучка настолько сильно отсвечивает глаза, что я чувствую себя как вот этот мужик. Брала я средний набор за тысячу рублей. В него помимо самого ZIN входил брелок, значок, открытка и стикеры. Что касается самой литературы на лето. По наполнению тут всё, в принципе, нормально. Да, здесь достаточно крутых работ. Некоторые из них я даже захотел просто вырвать и повесить на стенку, чего я решил не делать. Но среди них также есть и работы, которые мне не понравились. Ну, как бы понимаете, это субъективщина, хуё-моё. Какие-то работы были просто похожи на скетчи или на стикеры. Где-то просто недостаточно, по моему мнению, скиллов. А где-то просто выглядят всё анатонно и скучно. Повторюсь, это лично моё мнение. Я не говорю, что там прям так всё объективно плохо. Для обычного, не такого насмотренного человека, в принципе, сойдёт. И если с лу-скилл художниками понятно всё, то слишком тёмными работами нихрена не понятно. Может быть, на экране это и выглядело хорошо, но печать-то не может полностью передать цвета. И художникам надо бы хотя бы знать, что такое CMYK, и как бы у него подстраиваются у карабата. А то бы, сука, картинка не превращалась в однотонную хуйню. Может, это просто ошибка печати и АХЗ, но факт остаётся один. На некоторые картинки приходится смотреть больше трёх секунд, чтобы разглядеть, что там вообще происходит. А я, кстати, такое не люблю. По-моему, мне, кстати, никто не любит. А ведь от того же издателя я заказал Эрозин, и я надеюсь, что подобных проблем там не будет, ибо сами знаете, в 18 плюс работах нужно делать так, чтобы самые сладкие места как можно лучше выделялись, а иначе это просто скучные анатомические зарисовки из художки. Кстати, по секрету скажу, я в Эрозин подавал заявку как художник, но меня не приняли. Обидели мне? Не, я даже не рассчитывал, что меня туда возьмут, поэтому мне было просто изумрудно поебать на данную новость. А что по Мерчаге? Качество Мерчага меня устраивает. Теперь все будут знать, кто тут главный нефор Кузбасса. Я только сейчас заметила, что с одной стороны брелок златкий, а с другой шершавый какой-то. Скорее всего, это, конечно, прикол самого материала или что-то еще, но у этой фигунды, кстати, то же самое. С одной стороны матовый, с другой под стеклом. Ну, под окрем, точнее. Я кайфую. Ну, а касательно Зин ремейка, я очень остался доволен. Не сказать, что у меня были такие вау-эмоции, плюс еще надо было дохрена ждать, из-за чего эмоции просто пошли на ноль. Короче, недостатков достаточно, но я не совсем жалею, что потратил тысячу рублей на такую хрень. В итоге моя оценочка. 6 мощных МГС с 10. Надеюсь, Эрозин будет чуть-чуть получше, и таких вот рофлов с печатью точно не будет. А теперь ждем Зин по Фрикфордросу или с Кибиди Туалетом. Надеюсь, на него меня-то примут художником. А с вами был Алказавр. Адьос, мучачос.